МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На округе мне бы хотелось спросить, депутат законодательного собрания, какую смысловую нагрузку, какую информационную нагрузку он несет? И как вам приходится работать? Насколько вы пишете законы? Или все же идете на встречу с людьми и пытаетесь решить их проблемы? Это абсолютно два параллельных, более того, наверное, даже взаимосвязанных процесса, потому что писать, исправлять законы, их можно только имея полную и достаточно объективную картину, того, что происходит у людей сейчас в каждой конкретной жизни. И, конечно, люди зачастую приходят и задают вопросы, которые находятся вне нашей компетенции. У них проблема, они пришли к своим представителям. Они знают, что они могут прийти к нам. Да, да. Хотя, вот хочу сказать, что сейчас, даже по сравнению с 2014 годом, возможностей заявить о своей проблеме гораздо больше. Есть информационные разного рода порталы, есть совершенно четко определенная, прописанная по закону процедура реакции государственных органов на обращения граждан, есть электронные средства, взаимодействие. Но, тем не менее, наверное, большинство все-таки приходит к своему депутату. Но это же показатель доверия, в первую очередь, да? То есть люди не пошли бы, если бы они не верили, что вы сможете помочь, чтобы вы услышали, и что вы хотя бы направите в то... Ну, по-разному. Иногда кому-то достаточно расписать механизм того, что необходимо сделать, а в каком-то случае приходится в ручном режиме, вот с человеком идти, каждую ступень проходить и решать. А где-то приходится выносить на федеральный уровень эту проблему. Поэтому здесь индивидуально. Я уже сказала, что вы являетесь депутатом 5-го округа избирательного и председателем комитета. К вам чаще обращаются именно по территориальному принципу или все-таки по вашей деятельности? Я бы не стала говорить, что там чаще так или чаще так. Или в принципе весь город готов прийти и обратиться. Да, более того, часто бывает, коллеги со всеми непонятными вопросами приходят к нам, потому что любой непонятный вопрос это социальная проблема. Хорошо. Географически что входит в 5-й округ? Ну, по одной оси это от Пожарова до Коли Пищенко на корабельной стороне. А если другую ось взять, то это, собственно, от центра, от Графской пристани и до Силаева, до магазина «Океан». Вот это граница. Если говорить о работе на округе, вы от имени своих избирателей продолжаете борьбу с проблемой захвата, самозахвата внутриквартального проезда частным лицом в районе городка Будищева. Если напомнить, то в июне во время возникновения пожара в доме номер 56 проезд специального пожарного транспорта был невозможен из-за этого. На какой стадии сейчас этот процесс? Отслеживаете ли вы? Да, конечно, отслеживаю. Отслеживаем мы это с прокуратурой вместе и с соответствующими органами исполнительной власти. Собственник участка уже получил предписание о штрафе. Он должен будет заплатить 10 тысяч рублей штрафа, как не выполнившие предписания государственных органов. И если в дальнейшем он будет игнорировать эти предписания, то у него есть перспектива судиться с правительством. Но вы не отступите, да? Здесь речь идет о угрозе жизни и здоровью. И, к сожалению, такие случаи нередки. Мы только что выезжали с заместителем губернатора Владимира Васильевича Базаровым на округ. И одна из проблем на улице Железняково, точно так же захваты угрожают жизни и здоровью на этот раз уже детей. Потому что захвачен тротуар, который прилегает к дороге. И дети не могут от, допустим, остановки общественного транспорта или стоянки автомашин дойти безопасно до учебного заведения, которое там находится. И поднят этот вопрос. И я надеюсь, что в ближайший максимум год там появится тротуар с забором, с освещением. Но для этого нужно будет пододвинуть тех, кто слишком широко понимает свои имущественные права. Вы уже сказали, что у вас состоялась рабочая встреча. 18 октября вы выезжали на округ с заместителем губернатора. И опять же на улице Будищева 42 вы обратили внимание на необходимость срочного ремонта и подпорной стенки, которая угрожает не только аварийному дому на Будищева 42. Ну, это я его называю аварийным, у него нет еще такого статуса. И само здание, и вообще ветхое жилье. Насколько вы были услышаны и уже есть ли какие-то первые шаги в реализации? Ну, во-первых, я надеюсь, что все-таки дом не аварийный. Потому что у него свежесделанная крыша. Я не думаю, что выделялись бы бюджетные деньги на здание, которое признано аварийным. Я надеюсь, что эти проблемы вполне можно решить в ходе ремонта. Я просто видела на фотографии трещины, и они были очень приличные. Дело в том, что это дом 1908 года постройки. У нас мало в городе... То есть в следующем году 110 лет будем пить? Да. У нас мало в городе таких зданий, которые сохранились. И, конечно, необходимо и стенку подпорную делать, потому что она ползет. И, соответственно, может быть и дом поэтому дает трещины, потому что появляется дополнительная нагрузка. Это не первый выезд с Владимиром Васильевичем на округ. И всегда реакция очень конструктивна. В данном случае сейчас готовится перечень поручений по итогам этого выезда. Мы его сейчас формируем, редактируем. И по опыту первого выезда достаточно оперативно начинают проблемы решаться. Но это коснется и вопросов пешеходных дорожек, то, что вы сказали, тротуаров, освещения. Все это в комплексе, войдет на какие-то. И я думаю, жители будут безопасны. И дети будут добираться до учебных заведений. И наши дети будут в безопасности в прошлое учебное время. Если назвать три главные проблемы округа, который так вот растекся географически, можно ли каким-то образом их обозначить? И что делается для решения? Ну, одна проблема – это подпорные стенки и лестницы. Я их так объединяю, потому что они часто связаны. Есть перечень подпорных стен и лестниц. Они все сосчитаны. Они прошли инвентаризацию, и есть понимание, в каком они состоянии. И уже есть намечен план действий. Но, к сожалению, подпорные стены после каждой зимы, они… Появляются новые сюрпризы. Да, да, появляются вот именно сюрпризы, которые заставляют менять планы. Поэтому, конечно, эта проблема будет решаться достаточно оперативно. Освещение. Достаточно, несмотря на то, что центр, тем не менее, много частного сектора… Два шага от центрального кольца и уже нет. Да. В частном секторе совсем плохо с освещением. Особенно это касается улиц со стороны спуска Котовского, с одной и с другой стороны. Это касается Бомбор, частного сектора корабельной стороны. Хотя, я думаю, что это проблема общая, общегородская. Есть проблема ливневой канализации, потому что очень много спусков, подъемов. Естественно, вода льется. Есть недобросовестные граждане, которые выводят туда просто свою собственную канализацию. Слава богу, до конца года уже будет проведена инфентаризация системы ливневой канализации. Не только 5 округа, да? Это все попутаты? Да, да. И тогда будет понятно… Есть, конечно, точки на округе, которые надо делать в первую очередь. Я о них уже поставила в известность, департамент городского хозяйства. Я думаю, что в этом направлении мы тоже будем двигаться. Ну и особняком стоят объекты культурного наследия, которых, естественно, в центре города достаточно много. И по ним понимание тоже есть. Могу сказать абсолютно точно. И вы тоже называете эти проблемы, потому что вот замечательные сюжеты. Севастополь в цифрах, там есть вот про лестницу очень интересный сюжет. Я думаю, что… Мы пока готовим эти программы, тоже узнаем очень много нового. Да. Ну, если вы интересуетесь этим, значит, вы понимаете, что это вот фишка севастопольская, которая… И очень важно это сохранить. Совершенно верно. Это огромный комплекс. Да. Опять же, это не просто пошел и починил лестницу. Нет. Это и эстетическая сторона вопроса. Вот надо сказать, что на первом выезде я поднимала вопрос о том, что подпорные стены должны быть не просто отремонтированы, они должны достаточно эстетично вписаться в архитектурный облик города. Потому что, вы знаете, он красивый у нас бут, да, у нас расшивка специальная была на этих стенах подпорных. И если их сейчас просто заштукатурить, это изуродует внешний вид. Конечно, найдено понимание, и в этом направлении будем работать тоже. Не будет просто гладких страшных стен. Татьяна Михайловна, мы привыкли, что к депутатам обращаются с просьбами, иногда с жалобами, ну, наверное, даже бывает с угрозами. А как часто приходят люди, которым бы помогли с благодарностью? Вот есть такая отдача эмоциональная? Есть. Очень приятно, потому что иногда для того, чтобы решить вопрос, нужно приложить достаточно много усилий. Иногда говорят спасибо сразу по обращении, потому что и я, и мои помощники, мы, наверное, процентов 70 времени работаем в режиме психотерапевтов. Потому что иногда просто нужно с человеком поговорить, просто по-человечески поговорить. И очень обидно, когда вот кто-то из представляющих власть на любом уровне этого не делает. Вы, когда принимали решение стать депутатом, вы знали, на что идете? Или не предполагали, что будет настолько? Да нет, я думаю, что просто понимали, что мы должны взять на себя определенную ответственность, и мы должны эти задачи решать. А трудно это или легко, это уже никого не касается, это наша проблема. Поэтому вы являетесь председателем постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам, куда входит и здравоохранение, и образование, и социальная политика, и молодежная политика, трудовые отношения, физическая культура, спорт. То есть все то, что ежедневно нас окружает, с чем сталкивается человек каждый день, и самые болевые точки, в общем-то, да. Мы переходим в российское правовое поле, и вся нагрузка, опять же, легла на вас, чтобы все это было вовремя, правильно, хорошо. В скором времени в первой городской больнице, такая необычная дата. На ваш взгляд, вот наше здравоохранение, оно скоро приблизится к уровню российского. Ну вот чтобы не было нареканий, чтобы вся система заработала, чтобы каждый механизм уже стал на свое место, и все было, ну, если не идеально, то во всяком случае, очень приятно человеку обращаться в здравоохранение. Ну, дай бог, чтобы человек обращался в здравоохранение как можно реже, это главный показатель работы здравоохранения. Но вообще, надо сказать, что два больших блока проблем в нашем здравоохранении есть. Это проблема инфраструктуры, и она чуть быстрее или чуть медленнее, но будет решена. И сроки решения этой проблемы, они имеют конкретные даты, потому что это федеральная целевая программа, потому что это программа модернизации здравоохранения, то есть это четко определенные сроки. Но есть другая проблема, это проблема кадровая, проблема не только нехватки кадров, но и проблема умения работать в предложенных обстоятельствах, и желания работать в предложенных обстоятельствах. Вот это, наверное, будет решаться дольше, потому что, к сожалению, менталитет, в том числе и профессиональный менталитет, он меняется дольше. И не каждый готов, да? Да, не каждый готов. Кто-то не готов в силу возраста, кто-то не готов, потому что просто не собирается этого делать. А кто-то, ему ничего не надо менять, он в любой системе будет оставаться доктором, врачом с большой буквы и будет... Потребность помогать? Да, потребность помогать и четкая профессиональная ориентированность, когда человек идет в эту профессию для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы заработать деньги. К сожалению, у нас есть такая тенденция. Меня не поймут наши телезрители, если я не задам все-таки вопрос о создании специализированного жилищного фонда. Находится ли этот вопрос на вашем контроле и на каком он сейчас? Сейчас этот вопрос находится не только на моем контроле, но и на контроле председателя законодательного собрания Екатерины Борисовны Алтабаевой. Мы ждем проект закона в силу того, что он очень сильно завязан на городское имущество, на бюджет. Мы ждем проекта закона от профильной структуры правительства. Мы очень плотно над этим вопросом работаем, потому что это крайне болезненная тема как для социально незащищенных категорий, так и для тех кадров, в которых нуждается город. То есть социальным жильем быть? Обязательно. Спасибо огромное. Я напоминаю телезрителям, что гость из студии была Татьяна Михайловна Щербакова, депутат законодательного собрания Севастополя. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Время Х» на информационном канале Севастополя. До встречи в эфире. Севастополя.